Здравствуйте, дорогие друзья! Я продолжаю свои рассказы о национальных празднествах, о праздновании Нового года в национальных республиках нашей России. Сегодня я вам расскажу о праздновании Нового года в Бурятии. Новый год в Бурятии – это день Белого месяца. День Белого месяца высчитывают по лунному календарю. И празднуют его в феврале. Новогоднее торжество символизирует успешно проведенную зиму, наступление новой весны, новой жизни и наступление изобилия молочных продуктов. Этот праздник называется Саагансар. Кстати, праздник с похожими традициями есть и в Калмыкии, и в Бурятии. Там он тоже называется Саагансар, но он там не является Новым годом. В Калмыкии Новый год называется Зул. В последний день перед Саагансар вечером люди приходят к себе домой и очень плотно закрывают двери и окна. Это делается для того, чтобы оставить за этими закрытыми дверями все проблемы и невзгоды. Это делается для того, чтобы начать Новый год с чистыми помыслами и с чистой совестью. Хозяева перед этим наводили идеальный порядок в доме, все расставлялось на свои места, дом сиял чистотой. Особенно усердствовали незамужние девушки, потому что ссор на полу и капли воды на полу могли привести к тому, что у них будет пьющий и нерадивый жених. У входа в дом буряты очень часто оставляют кусочек прозрачного льда и веник, подчеркивая тем самым свои чистые помыслы и веру в то, что с приходом Нового года все их невзгоды будут выметены этим веником из их жизни. И жизнь начнется сначала, с чистого листа. Празднуется Саагансар обычно в тесном домашнем кругу. Вот так встречают Новый год в Бурятии. Сегодня я вам рассказала еще об одном празднике Нового года. Ну что, традиции наши не закончились. Рассказы будут продолжаться. Так что подпишитесь на мой канал, поставьте лайки, напишите комментарии, приходите ко мне еще. Да, не забудьте поставьте колокольчик на это видео, а то забудете. Ну и что, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok